Интересный случай произошел во время сицилийской операции в начале 1943 года. На конференции в Касабланке руководители стран-союзниц пришли к выводу, что открытие второго фронта не состоится и вторжения во Францию не будет. Вместо этого союзниками было принято решение провести операцию против итальянских войск и высадиться на острове Сицилия. Эту операцию готовили без особой спешки. В начале союзники решили захватить остров Пантеллерию, который находился между Тунисом и Сицилией. На этом острове тогда находилась сильно защищенная база итальянцев, гарнизон которой насчитывал 11 тысяч человек. Из-за того, что этот гарнизон не имел атакующего потенциала, то британцы хотели просто его обойти, не тратя на него сил вообще. Но американцы настояли на взятии этого острова. Они хотели получить дополнительные аэродромы для истребительной авиации и указывали на то, что на Пантеллерии все-таки находятся несколько десятков самолетов противника. С 18 мая по 11 июня остров стал подвергаться сильному артиллерийскому обстрелу с моря, а авиация союзников сбросила 6570 тонн бомб на военные объекты. Это сломило и без того слабый дух итальянцев, и когда 11 июня могучая союзная эскадра с десантом появилась у острова, то гарнизон немедленно выбросил белый флаг. Когда союзники высадились на сушу, то они с удивлением обнаружили, что гарнизон не понес потерь, и даже все самолеты, которые находились в подземных ангарах, оказались целыми. Но итальянцы к тому времени уже очень сильно не хотели воевать. Соседние острова Леноса и Лампедуза тоже сдались без боя. Причем гарнизон последнего острова сдался летчику, совершившему вынужденную посадку из-за нехватки горючего. Но потери среди атакующих союзных войск все-таки были. На Пантеллерии погиб один британский солдат, которого в живот укусил осел. В отличие от своих хозяев итальянцев, осел решил обороняться до конца. Субтитры создавал DimaTorzok